Член молодежного совета при главе города Айшат Нажмудинова первая выступила с докладом о проделанной работе в уходящем году. Известная активистка рассказала об участии в молодежном форуме «Селигер-2013», а также о поездке в Сухоложский район Свердловской области, где проходил форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2013». В нем приняли участие более двух тысяч молодых активистов из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Малоненецкого автономных округов. Участникам были предложены две образовательные программы – базовый курс и программа по направлению. Предлагались лекции по основным аспектам, касающимся внутренней и внешней политики Российской Федерации. Программа по направлению была распределена по восьми векторам. Это Урал политический, Урал творческий, Урал здоровый, Урал патриотический, Урал предприимчивый, Урал новаторский, Урал информационный и Урал трудовой. Именно мы проходили обучение по Уралу политически. Также члены молодежного совета отчитались перед главой о проведении различных мероприятий. Это организация проведения ежегодного городского форума «Мир глазами молодежи», «Игра КВН», «Городской турнир по парламентским дебатам» и многое другое. Наша задача не только самим активно принимать участие в каких-либо мероприятиях, но и привлекать молодежь, активных людей из наших трудоколлективов, наше окружение, наших знакомых, друзей, родственников, наших детей, вовлекать активно в сферу молодежной политики. Напомним, что в молодежный совет при главе города согласно положению входят представители учащихся и работающие молодежи коллективов предприятий нашего города. Молодежный совет при главе города Губкинского работает уже третий созыв. И я хочу сказать, что по аналогу молодежного правительства и Малоненецкого автономного округа при губернаторе автономного округа работает только второй год, то есть первый созыв заканчивает. Мы в этом плане в городе Губкинском немножко пошли вперед, то есть проявили свою активность в этом направлении. Еще 2014 год молодежный совет отрабатывает старым составом, и в 2015 году нам предстоит выбрать уже четвертый созыв молодежного совета. Новый состав совета будет избран, и он продолжит начатую в нынешнем году работу, очень нужную и важную. Как сказал председатель молодежного совета Валерий Лебедевич, в нашем городе делается очень многое для молодежи, в том числе и строительство спортивных и культурно-массовых объектов. Строится и введен будет в первом квартале следующего года спортивный комплекс. Такого бассейна нет пока еще наебали, это 50 метров и 8 дорожек. Также спортивный зал 30 на 48, трибуны в бассейне на 100 человек, в спортивном зале где-то на 260 человек, устройство скалодрома будет, тренажерный, фитнес-зал. Также Валерий Лебедевич вручил благодарности от молодежного совета активным руководителям организации города и тем, кто внес посильный вклад в формирование молодежной политики. Это такие жители города, как Георгий Боднар, Марина Пескова, Айшат Нажмудинова и многие другие. Дмитрий Самоненко, Александр Анфимов. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова